так ваш микрофон так странно сейчас ребят что-то с микрофоном слышно ли меня видно ли меня а самое главное слышно ли меня так микрофон и работает так идет ли эфир трансляция еще не началась это странно я забыл включить трансляцию конечно и бум эфир идет так друзья видите ли вы меня слышите ли вы меня напишите пожалуйста в чате что вы меня например видите и слышите самое главное мне сейчас надо понять что со звуком нормальный ли нормальный ли качественный ли звук идет потому что так выглядит микрофон что-то у нас звук сегодня у нас подводил так зайду тоже в трансляцию чтобы чат видеть где у нас чатик так видим слышим есть хорошо звук звук есть так только я теперь не могу сейчас ребят я разберусь как мне чем-то видеть начать то есть я его вижу но я его вижу не так как контакт к сожалению в этом смысле а вот все есть нашелся друзья так 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 да все 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 ребят разобрался третий день нашего бесплатного онлайн курса сценарий за неделю и мы продолжаем значит друзья прежде всего небольшая организационная информация у нас начался набор на базовый сценарный курс сценарной мастерской в нашей поэтому если вдруг вы например уже поняли и решили что вы хотите учиться в нашей сценарной мастерской то ссылка в описании проходите подавайте заявку и оплачивайте занимайте место в мастерской места заканчиваются быстро я не знаю насколько быстро они закончатся в этот раз обычно это там типа две недели уже мест нет вот а вот андрей пишет уже оплатил да сейчас сейчас я проверю сейчас я гляну я видел что там было а вот андрей андрей щеглов да вижу есть андрей вы уже на борту хорошо друзья присоединяйтесь итак мы сегодня тема достаточно сложная информации будет достаточно много то есть мы начинаем потихоньку я начинаю усложнять материал и здесь важно сейчас что будет много информации и я прошу вас не пытаться всю эту информацию запомнить или записать то есть мне важно чтобы вы сейчас как бы ну такой helicopter view до посмотрели сверху да на все то что я буду рассказывать и поняли сам принцип то есть не пытались запомнить все элементы их достаточно много но поняли сам принцип построения а сами все эти структуры мы будем говорить о структуре сценария я размещу уже разместил ссылки на все эти структуры я разместил в описании видео и вы сможете после урока в любое время зайти скачать себе сохранить иметь их перед глазами я рекомендую это делать да то есть я рекомендую их перед глазами иметь эти структуры и время от времени себе напоминать но сейчас нет необходимости чтобы вы прям либо на слух все запоминали либо там каким-то образом там судорожно это все записывать не надо этого делать прежде всего друзья мои напишите пожалуйста в чате есть ли среди вас филологи братья филологи есть ли здесь люди с филологическим образованием слово потебня имеет ли для вас какое-то значение знаете ли вы значение слова потебня знаете ли вы кто такое бодуэнде куртане леви строс леви строс леви строс до стучит в окно приглашает леви брюля на прогулку от чего от чего чего мне так темно от того что проб прошел по переулку как говорил наш преподаватель языкознания круто энде бодуне ха 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 и каждый раз очень смеялся вот и это ни разу не было смешно и так друзья раз среди вас собралось столько филологов давайте мы сегодня вспомним с вами человека которого зовут владимир яковлевич проб годы жизни 1895-1970 и вспомним его замечательную работу которую он написал в 1928 году работу которая называется морфология волшебной сказки у меня забавно получилось с этой книгой естественно я ее читал в студенческие годы и изучал и сейчас вот буквально там где-то год назад вышла такая синенькая книжечка новое переиздание и я увидел что она появилась ну как бы я и так знаю ее наизусть думаю ну 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 как ну я не могу взял заказал купил вот понятно что читать ну как наизусть знаешь уже поставил на полочку вот и тут жена мне говорит слушай я тут книгу тебе заказала вот посмотри и приносит мне пропа это очень забавный я был очень тронут ну подарил подарил в итоге лишнего лишнего пропа подарил приятелю так вот изучая волшебные сказки владимир яковлевич проб обнаружил что большая часть этих сказок состоит из некоторых повторяющихся элементов которые переходят из сказки в сказку и какую бы сказку вы не взяли именно волшебную сказку вы видите что один из членов семьи или оба родителя отлучаются из дома дают какой-то запрет герой он этот запрет нарушает есть какой-то злодей супер супостат который проводит разведку добывает сведения пытается обмануть жертву жертва подается этому обману тем самым помогая врагу который наносит ущерб к члену семьи и так далее так далее да то есть владимир яковлевич обнаружил что все волшебные сказки состоят из одинаковых функциональных структурных элементов и вот именно об этом мы с вами сегодня будем говорить об этих структурных элементах и о том как это работает в кино и как это помогает сочинять историю ссылка на там я не помню сейчас 30 по 31 структурный элементу пропад тоже ссылка есть вы можете посмотреть если вдруг вы решите сочинять волшебные сказки можно прям брать эту структуру и по ней шарашить так вот вся эта структура она не является обязательной то есть в кино вообще все может может быть все что угодно абсолютно все что угодно но она является одним из мощнейших инструментов воздействия на зрителя и те сценарии в которых есть эта структура они воздействуют на зрителя гораздо сильнее нежели фильмы в сценариях которых эта структура не используется вот это важная мысль я еще раз повторю а потому что я понимаю когда приходит человек и уверенным голосом что-то начинает вам объяснять естественно первое что хочется сделать хочется с ним поспорить хочется сказать александр а вот я смотрел давеча такой фильм и вот там не было этой структуры а мне было интересно друзья может такое быть сценарий может удерживать внимание не только за счет структуры например в порнофильмах вообще нет никакой структуры но тем не менее люди их смотрят и получают какое-то эстетическое удовольствие есть история про режиссера который снял кино но это троллинг конечно да он троллил каких-то критиков которым нужно было обязательно отсматривать фильмы посмотра по предоставлены на какой-то конкурс и он снял в котором фильм в котором 20 часов сохнет краска на стене и они бедные были вынуждены это его кино смотреть кино ли это разумеется это кино но интересно ли смотреть это кино я думаю что нет поэтому давайте будем исходить из того что то о чем я вам сегодня буду рассказывать это один из самых сильных способов удержание интереса зрителя а удержание зрителя это и является нашей с вами главной целью да то есть если мы не удержим не удержим зрителя у экрана то все мы его потеряем он не досмотрит не посмотрит наше сообщение да то есть наша первая задача удержать зрителя перед экраном еще раз я подчеркну я буду рассказывать достаточно сложные вещи которые буду постараюсь максимально упростить и все конспекты вы сможете пересмотреть и так вот есть структура пропа морфология волшебной сказки 31 структурный элемент дальше эту структуру пропа американский исследователь мифологии джозеф кемпбелл тоже очень интересный чувак помимо своей книги герой с тысячу лиц или тысячеликий герой он написал еще большое количество таких интересных очень исследований например связанных с восточными западными богами тоже очень очень классный я с большим удовольствием это все прочитал но вот герой с тысячу лиц и тоже понимаете вы сейчас находитесь в удивительной ситуации у вас сейчас любые тексты на расстоянии вытянутой руки когда я учил изучал сценарное мастерство кемпбелла не было и вы вообще просто физические книги на русском языке не было мы ее там через какой-то лошадью с какой-то фельдеггерской связью из англии доставляли и читали на английском языке а сейчас все есть кемпбелл труби воглер все книги снайдер все книги есть на русском языке пожалуйста на зон заходите заказывайте читайте итак он переосмыслил этот принцип пропа в своей работе герой с тысячу лиц применив этот структурный подход к эпосу вообще и он обнаружил следующие структурные элементы согласно согласно кемпбеллу есть три части и так первая часть исход первое призыв к путешествию отказ от призыва отказ от сверхъестественной помощи пересечение первого порога и попадание в чрево кита это первая часть исход вторая часть инициация содержит в себе дорогу испытаний встреча с богиней женщина как искусительница воссоединение с отцом о божествлении и окончательная награда третья часть возвращение отказ от возвращения волшебное бегство спасение извне пересечения порога на обратном пути хозяин двух миров и свобода чтобы жить вот эти 17 элементов из которых состоит структура по кемпбелл может быть кто-то из вас слышал историю о том что джордж лукас прочитав книгу кемпбелла придумал историю с использованием вот этих структурных элементов добавил космос в это все добавил некие сюжетные ходы из фильма два негодяя в скрытой крепости киевы курасава кстати тоже замечательный фильм если не видели рекомендую посмотреть и добавил некие элементы вестерна и получились звездные войны да то есть это кино в котором множество чудовищных недостатков в нем деревянные диалоги в нем очень плохо играют актеры не лучшие актеры то есть это не самые выдающиеся актеры того времени примитивная режиссура очень прямолинейная такая да там первобытные спецэффекты фильм ужасно затянут особенно вторая вторая часть да там смотреть сегодня из нашего времени смотреть это очень тяжело но при этом это великое кино да то есть это самая величайшая история созданная за там ну не знаю за последние тысячи лет так точно потому что ну ее распространение влияние этой истории на современную культуру гигантская то есть этот фильм полностью изменил кинематограф и изменил очень многое в том как как вообще рассказывается истории сегодня да почему потому что там есть вот этот вот структурный костяк который эту историю держит и будет держать еще я думаю не одну тысячу лет дальше эту концепцию кэмпбелла переосмыслил кристофер воглер в своей книге письмо путь путешествие писателя он он честно достаточно все сделал он взял вот эту структуру кэмпбелла положил рядом слева структуру кэмпбелла справа свою структуру и написал ребят я из сделал такие-то такие-то изменения потому-то и потому-то и адаптировал ее для кино воглер он редактор который много лет работал в кино именно именно кино редактором фактически да он упростил эту схему и оставил там 12 структурных элементов вот они эти структурные элементы обычный мир зов приключения отказ встреча с ментором начало пути проверка друзья или враги погружение в бездну суровое испытание вознаграждение обретение меча дорога домой воскрешение и возвращение с эликсиром вот эти 12 структурных элементов они тоже у вас по ссылке можете посмотреть и себе их сохранить воглер является достаточно влиятельным человеком в голливуде сегодня и его схема используется многими сценаристами для работы над своими сценариями следующий шаг сделал джон труби в своей книге анатомия истории тоже очень интересный очень прикольный дядька он приезжал в москву кстати говоря с семинаром в своем труде в своей книге он приводит 22 строительных блока историй я сейчас не буду их перечислять тоже по ссылке их найдете в чем на мой взгляд преимущество концепции труби она сложнее все-таки 22 элемента это не 12 но он пытался создать максимально универсальную модель собрав все возможные структурные элементы попытка зачетная я считаю и долгое время я в мастерской скажем так именно эту схему принимал за базовую рекомендовал своим ученикам потом много лет опять же работая с разными историями дело вот в чем не кэмпбелл не воглер не труби не снайдер не являются сценаристами у снайдера по моему один или два сценария которые он сам написал все остальное время это люди либо учили людей писать сценарий либо работали редакторами то есть у них нет навыка работы собственно с самой истории созданием истории и когда я начал применять все эти схемы в своей работе то есть я практик я не теоретик я не ученый не исследователь да то есть у меня нет задачи совершать научные открытия моя задача находить инструменты которые будут работать на практике и использовать их в своей работе и использовать их в работе моих учеников и вот когда я начал это все применять когда начал все это использовать я увидел что на самом деле в реальности эти схемы ну немножечко не они не работают они немножечко не точны и они требуют некоторого некоторого уточнения и вот у труби проблема в том что его схема подходит не для всех жанров то есть например если вы берете комедию то у вас из 22 элементов там 14 используется если в детективе там 17 и так далее и так далее то есть в зависимости от жанра у вас выпадают какие-то структурные элементы мне это показалось некрасивым то есть вот знаете как у физиков если формула верна то она красива из-за этого кстати говоря физики не любят формулы Шредденгера вот тот самый который этот самый да который кот то ли жив то ли мертв он составил некую форму описание функционирования вселенной она очень сложная невероятно сложная и она некрасивая вот и физики на этом основании считают что что-то в ней что-то в ней не так да то есть есть какая-то другая формула более красивая вот и поэтому вот я все время пытался найти вот эту простую и красивую формулу близко к этому на мой взгляд сделал снайдер свою схему мне она нравится своей некой такой упортостью да то есть она с одной стороны простая с другой стороны она такая энергичная в ней есть вот эта сценарная боевитость такая вот и так он прям по страницам все расписал первая картина одна страница второе постановка темы пятая страница положение дел с первой по десятую страницу катализатор 12 страница дебаты с 12 по 25 страницу переход ко второму акту 25 страница второй акт 30 страница игра и веселись 33 55 страница начало второго акта 30 страница ключевой момент 55 страница плохие парни наступают 55 и 75 страница все потеряно 75 страница темная сторона души 75 85 страница переход к третьему акту 85 страница финал 3 акт с 85 по 110 страницу и наконец заключительная картина 110 страница вот такая схема и через какое-то время она она действительно рабочие то есть я никакого возражения не имею тоже в мастерской когда мы пишем полный метр опять же я делаю полный обзор всех схем этих даю все схемы и предлагаю выбрать ребят если вы хотите взять вот эту схему никаких возражений если хотите по трубе работать работайте по трубе если хотите по снайдеру то пожалуйста работайте по снайдеру все эти схемы они и все есть в свободном доступе я об этом много раз писал на всех моих ресурсах они выложены то есть это it's not big deal да то есть это не какой-то большой секрет и меня опять же во всех этих схемах меня смущала какая-то какая-то вот эта вольность и не не структурированность то есть как так вот в этом фильме может этого структурного элемента не быть в этом может быть и этого не будет да то есть в этом есть какая-то не красота и мне всегда хотелось чтобы эта схема была прежде всего полный а чтобы в ней были все элементы истории которые нужны и чтобы не было бы в ней не было лишних элементов и она должна была быть при этом многомерной то есть там должно было быть несколько измерений все существующие схемы линейные в них нет никаких дополнительных измерений ну и плюс она должна была быть красивой мне хотелось то есть инструмент создающий красоту он должен быть сам красивым и я составил собственную модель название и частично порядок я естественно заимствовал у кэмпбелла и воглера так что конечно я не могу назвать эту структурную модель полностью своей да то есть это докрученная модель кэмпбелла но докручена она довольно сильно и добавлены два новых измерения при том что схема стала меньше и проще как это получилось и так вот она эта схема моя первое обычный мир плюс второе я чужак в обычном мире минус третье зов приключения плюс четвертое отказ от зова минус пятое учитель плюс начало путешествие минус седьмое союзник плюс восьмое погружение в бездну минус девятое обретение меча плюс сражение с чудовищем минус возвращение с победой плюс и хозяин двух миров плюс и минус как видите здесь все 12 элементов расположенных немножко в другом порядке чем их располагали воглер и кэмпбелл опять же работая с историями я обнаружил что реальности в кино используется не тот порядок который приводили они а тот который приведен здесь и этот эта структура она уже вовсю используется ну например маша кочакова основательница школы game дева сценаристов для компьютерных игр она у меня просила разрешение использовать эту схему и она своих сценаристов тоже учит по этой схеме и если вы возьмете любое такое вот голливудское кино боевик возьмете эту схему и увидите попробуйте посмотреть этот фильм вместе держать у схему папу перед глазами вы увидите что кино раскладывается по этой истории вот просто как как так и было например я аквамен смотрел вот такое ощущение что просто взяли эту схему и по ней писали хотя конечно они писали не по не по моей схеме но сама логика истории все равно подводит тебя к этой схеме гамлет идеально раскладывается по этой истории история иисуса христа идеально раскладывается по этой схеме и так давайте расскажу что здесь добавлено и где это спрятано прежде всего вы видите после каждого шага плюс или минус эта оценка эмоций которые должна вызывать это частью зрителя если вы идете точно по структуре вам будет намного легче вызывать эмоции поскольку в вашем распоряжении окажутся именно те сюжетные ходы которые самой природой своей предназначены для того чтобы вызывать либо позитивные либо негативные эмоции а главная цель фильма это вызвать эмоции и эмоции вызывает не событие которое двигает нас в позитив или негатив а с а раскачка по эмоциям да то есть энергия фильма и ощущение динамики возникает не за скорости событий которые нам показывают а из-за резонанса который возникает при переходе от позитива к негативу и обратно то есть это такие американские горки вверх-вниз 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 и мы раскачиваемся вместе с этой историей второе важное нововведение которое делает эту структуру такой красивой это внутренние опоры структуры давайте посмотрим отдельно нечетные шаги первое обычный мир плюс второе зов приключения плюс пятое учитель плюс седьмое союзник плюс девятое обретение меча плюс одиннадцатое возвращение с победой плюс мы видим что все эти шесть элементов представляют собой некое воздействие внешнего мира на героя и расстояние между источником этого воздействия и героем с каждым шагом сокращается да то есть сначала это окружающий мир и между миром и героем нет никакой связи потом это зов пришедший из окружающего мира потом это учитель который находится в позиции наблюдателя по отношению к героям потом это союзник который встает рядом с героем потом это меч который является продолжением руки героя и наконец-то снова старый мир который каким-то образом по-новому реагирует на возвращение героя вступает с ним в какое-то взаимодействие то есть все эти элементы связаны с позитивными эмоциями теперь давайте посмотрим на четные элементы структуры второе я чужак в обычном мире минус четвертый отказ отзова минус шестое начало путешествия минус восьмое путь погружение в бездну минус сражение с чудовищем минус и хозяин двух миров плюс и минус мы видим что здесь идет пошаговое нарастание героя на окружающую его действительность сначала он делает что-то что выдает в нем чужака потом он отказывается от зова негатив потом отправляется в путешествие всегда это связано с какой-то жертвой погружается в бездну сражается с чудовищами наконец вернувшись в свой мир делает что-то что проявляет вновь приобретенную власть на двумя двумя мирами это плюс и одновременно грустит о потерях да то есть потому что став хозяином двух миров он теряет себя таким каким он был раньше да то есть если вы что-то приобретаете вы обязательно при этом и что-то теряете по эмоциям здесь везде негатив потому что герой естественно встречает сопротивление своему движению таким образом мы видим две параллельных линий два вектора нарастающего воздействия окружающего мира на героя и ответного воздействия героя на мир и это и есть содержание истории есть ее наполнение то есть мы герой воздействует на мир и получает какое-то ответное воздействие теперь дальше конечно еще раз у меня сейчас нет задачи чтобы вы прям сразу я понимаю это там я рассказываю вещи которые меняют вообще все меняет понимание истории и нет задачи чтобы вы сейчас сразу же там за за полчаса сразу все интегрировали и поняли как что работает мне важно чтобы вы поняли принцип чтобы вы поняли что есть некая структура в которой условно расписано на какой странице что должно быть в каком месте истории что должно быть какой поворот не конкретно что вот здесь должно быть вот это да вот такое там герой должен сесть на берегу озера и заплакать нет не конкретная сцена да а по содержанию по структуре по эмоциональному наполнению что здесь должно происходить для того чтобы на зрителя было максимальное воздействие да то есть этот тот самый принцип как в корабле до корабль может быть разным по форме но он обязательно должен быть легче воды да и тогда он плывет он обязательно должен быть вытянутым да то есть если он будет там поперек до квадратным то он не поплывет то же самое с самолетом да у него должна быть обтекаемая форма вот то что я говорю это именно вот это обтекаемость формы сценария да то что сделает сценарий таким что он полетит чтобы там не было здесь нет опять же еще раз здесь нет единообразия по поводу того как все это работает почему потому что само изучение способа рассказывания истории ему не так много времени да то есть да была поэтика аристотеля которая наметила самые самые общие какие-то моменты но самое главное он все-таки отметил да что там должны происходить перипетии должно происходить перемена от счастья к несчастью и дальше понятно что были там средневековые исследователи которые как-то анализировали истории но по большому счету впервые понимать эту структуру стали немцы немецкие исследовать исследователи в первой половине 19 века и все что дальше все вот это американское понимание структуры она происходила от немецких исследователей да то есть там немцы дальше наш проб от нашего пропа кэмпбелл от кэмпбелла воглер от воглера все остальные и по сути до этой традиции не так много времени да то есть мы понимать как работает история мы начали совсем недавно фактически вот на нашей памяти поэтому возможно и мое понимание истории тоже со временем изменится она действительно меняется например когда я писал первый вариант букваря сценариста я не очень понимал что такое акт и я считал что акт это элемент архитектоники да то есть это начало середина и конец и следовал так в фарватере аристотеля да то есть я считал что должно быть три акта все остальное от лукавого потом со временем у меня изменилось представление о том что такое акт и я понял почему может быть фильме 4 акта 2 акта 5 актов 9 актов потом если если время останется я об этом расскажу и так понятно что во всех этих структурных элементах да есть что-то общее есть какая-то прото структура которую которую вот мы постепенно начинаем видеть и понимать давайте так есть ли какие-то вопросы по этой части насколько вам понятно то что я вам рассказал если понятно напишите все понятно если что-то непонятно то задайте ваши вопросы так схема снайдера хорошая разделение по жанрам да я у я с очень люблю снайдера он 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 классный прям очень классный у него все три книги я считаю что достойное изучение к фантастике мистики какая схема лучше подходит любая ну на самом деле реально любая вот любую из этих схем можно брать я вам больше скажу еще есть это вообще просто отдельная большая тема это целый космос это путь героини и там интересная была история marine мёрдок которая собственно сформулировала первую вот эту модель пути героини тоже если интересно забейте в интернете marine мёрдок путь героини вы сразу же найдете первой же ссылкой статью где ее модель рассказывается я просто не не хочу туда углубляться потому что это реально отдельная большая тема я тоже много лет мне очень не нравилась ее модель вообще есть такая легенда мёрдок была ученицей кэмпбелла и она к нему подошла на каком-то на какой-то лекции сказала а может ли у женщины быть своя своя модель пути героини и он сказал нет ну что вы какая женщины что такое как женщина героиня как что за нелепая мысль женщина это приз то есть в истории в его варианте истории женщин до приз которую победитель получает в конце помните как у джеймса бонда в конце всегда с красоткой где-нибудь на на лодочке занимался сексом но на самом деле модель пути героя начин начала вот в европейской традиции в других традициях ее только в путь она была в индийской например традиции в африканских в мексиканских там женщина вполне существовала вот европейская она начала проявляться в девятнадцатом веке это госпожа бавари это анна каренина бальзаков ские женщин да вот сильные героини которые идут каким-то своим путем вот и она сформулировал этот путь эту модель она неплохая на мой взгляд но мне в ней что-то мне в ней не нравилось да то есть мне казалось что там есть как этот подгон под задачу и фильмов каждый раз когда приводили какие-то пытались показать какие-то фильмы с путем героини показывали говорили всегда один тот же фильм разбирали эрин брокович на мой взгляд но если это так да не может быть такого что только в одном фильме это все работает и существует мне кажется что модель пути героини будет постепенно в течение двадцатого века 20 в течение 21 века будет становиться равноправной потому что меняется роль женщины в обществе меняется соотношение ролей мужчины и женщины и соответственно да сейчас женщина либо действительно является в истории призом для героя либо она проходит путь героя и в итоге я я несколько лет об этом думал и там разные модели смотрел я в конце концов сформулировал свою модель пути героини в неком таком первом приближении я не претендую на истину в последней инстанции но тем не менее вот если интересно у меня на канале на ю тубе найдите на урок я там виду годовой бесплатный тренинг практическая магия многие из вас его проходят по понедельникам там уроки идут в 12 часов на этой неделе не было но вот на следующей неделе в понедельник он будет если интересно будет тоже приходите эфиры будут здесь здесь же вконтакте но вот на ю тубе можно найти или здесь в записях вконтакте найти урок я не помню его номер урок посвященный пути героини а вы найдите кто-нибудь ребят киньте кто-нибудь ссылку в чат чтобы ребята могли взять и посмотреть вот эту модель пути героини не знаю насколько она работоспособна это все надо проверять это годы уйдут на то чтобы это проверить но вот тем не менее тоже мне важно чтобы вы понимали что есть еще модель пути героини так как мелодрама это приведите применить тоже хороший очень вопрос тоже я об этом много думал мне кажется что для любовной истории всегда существует отдельная сюжетная линия и для этого я сделал тоже сформулировал модель путь влюбленных я ее в мастерской даю там около 30 или не помню сколько 20 по 26 структурных элементов там разложены по по элементам разложены взаимоотношения взаимоотношения влюбленных и когда у нас мастерской мы пишем второстепенную сюжетную линию любовным и берем просто эту модель и по этой модели линию пишем поэтому да есть такая модель путь влюбленных называется ну я ее называю я сам ее написал больше ее не никто этим не занимался этой темы так если вчерашнюю домашку наложить на ваш путь героя уже понимаю что за неделю не справлюсь я сейчас дам упрощенную схему вам не надо для коротко для короткого метра вам не надо использовать эту модель сейчас я опять же мне сейчас важно чтобы вы я вам даю некие базовые фундаментальные принципы да и для короткого метра нам не нужно все мы немножечко упростим все так если менять плюс и минус местами например обычный мир минус нет обычный мир не может быть минусом обычный мир мне плохо в этом мире минус появляется только тогда когда вам плохо в этом мире если у вас в обычном мире минус то ну как бы это не будет работать так надо сначала научиться использовать то что дают потом уже менять что-то это хорошее замечание именно поэтому я много лет пытался работать с этими моделями и только тогда когда я увидел что и где конкретно в них не работает да прям явственно я понял что и где там надо поменять поэтому поверьте я все эти модели умею использовать очень хорошо за те годы которые да я вот вот такая стопка книг примерно такая же стопка сценариев и все они были сняты поэтому я понимаю вашу как бы вашу подколку в свой адрес но поверьте она не по адресу для короткого метра сцены пишутся не по страницам а по минутам так пока не не думайте об этом о соотношении страниц и минут я чуть попозже расскажу мы завтра будем с вами говорить о сценарной записи я про это все расскажу про акты хотелось бы чуть поподробнее я не помню будет у нас это по программе или нет по поводу актов не успела все констра констра конспектировать поэтому было бы здорово иметь список самых основных сын схем и книг о сценарном мастерстве александр молчанов говорит в описании видео вы найдете ссылки на все схемы а не мельник не успела все законспектировать поэтому было бы здорово иметь список самых основных схем ребят ну блин кому он но вы слушайте же что я говорю я понимаю что я говорю быстро и можно не успеть за тем что я говорю но еще раз в описании видео вы найдете ссылки 2 одна ссылка на мою модель и вторая ссылка на обзор всех этих самых книги о сценарном мастерстве найдите мою книгу букварь сценариста там есть список всех книг и всех фильмов которые вам надо прочитать и посмотреть букварь сценариста если вам жаль 400 рублей он стоит пункт 450 что ли рублей на зоне найдите бесплатную версию где-нибудь скачайте в яндексе забейте букварь сценариста молчанова скачать бесплатно он в десяти тысячах мест в интернете есть совершенно спокойно так жаль моей героини адвокату не применить путь героини мне это больше нравится не вижу никакой проблемы почему вашему героиню адвокату не применить путь героини скажем the good wife сериал там героиня проходит путь героини что значит положительная отрицательная эмоция при каждом пункте отказ от путешествия всегда отрицательная эмоция да конечно да то есть наша задача качать зрителя по эмоциям в плюс в минус поэтому все это да в обязательно ли соблюдать все пункты ну в большой полнометражной истории конечно да а вот татьяна ссылку прислала практическая магия 22 урок путь героини на ютубе татьяна большое спасибо статьи по структурам да все есть букваре сценариста так схему путь влюбленных вы в свободный доступ не дадите нет не дам ну надо же что-то вам если я вам все вывалю все что у меня есть все расскажу да еще по всем вашим сценариям обратную связь дам вам зачем тогда в мастерскую приходить будете тогда просто на бесплатные ходить и все так нашла в своей жизни множество открытий когда узнала про путь героини ребят вот кто хочет работать с путем героини вот послушайте урок про путь героини на на ютубе дмитрий ваш адрес был это был ответ на сообщение в чате да а не чуть позже приходила не услышал ничего страшного друзья вы не я понимаю что я может быть как-то рисковато говорю да но я не никакого негативного смысла в это не закладываю мне не трудно отвечать на на ваши вопросы и повторять тоже нетрудно мне просто немножко жалко да что я говорю и люди вынуждены да те кто вовремя пришли вынуждены два раза слушать или три раза слушать ответ на одни и те же вопросы из-за тех кто пришел чуть позже вот так так вертикальном сериале модель действует и в каждой серии отдельные во всем сериале целиком пётр вы прямо смотрите в туда куда надо абсолютно вы абсолютно правы да то есть там может быть отдельная структура то есть отдельный путь проходит герой в во всей истории до в сезоне причем там может быть вообще даже три измерения до один путь героя проходит человек за весь сериал один путь героя он проходит за один сезон и один путь он проходит за серию то есть и каждый раз это параллельные до параллельные сюжетные линии параллельное прохождение пути кстати говоря точно так же происходит в жизни у человека например человек делает какой-то проект до в отношениях семейных он например проходит путь героя в карьере он проходит путь героя да то есть когда он устраивается на новую работу он там проходит путь героя да то есть ему там у него там обязательно будет учитель какой-то обязательно будет союзник какой-то обязательно будет момент когда ничего не получается все валится из рук и момент когда он вдруг хлоп все сложилось он понял обрел меч да и дальше дальше у него все в порядке вот поэтому человек как человек может параллельно несколько путей героя в своей жизни проходить так и герой тоже может параллельно несколько путей героя проходить да это прям так ну да вот дмитрий пишет не жмитесь за такие бесплатные лекции как эти купите уже букваре мне я не я получаю какие-то деньги за это там букваре уже переиздается по в четвертый раз уже я получаю royalty какие-то типа там 10 рублей за каждую книгу вот но я считаю что издательство стоит отблагодарить за то что она букваре сдала ну и вообще букварь иметь дома иметь дома бумажную книгу это приятно читать бумажную книгу совсем не то же самое что читать вордовский файл так так нужно ли держать в голове сценаристу картинку кино хотеть как снять этот сценарий или это не его дело смотрите в вашем вопросе есть два вопроса на самом деле если я его правильно понял во первых первое как сценарист видит историю понимаете вот представьте что вы когда вы начинаете писать сценарий вы начинаете путь в темном лесу и у вас есть фонарик и вы знаете что на другом конце леса там домик где вас ждут да это ваш сценарий и когда вы отправляетесь в путь в этим фонариком освещаете какую-то какую-то часть пути да то есть вы не можете видеть ваш путь сразу же вы идете открывается все новое новое и новое да и вы историю начинаете в процессе работы над сценарием вы начинаете ее видеть все яснее и яснее и она становится другой она всегда видоизменяется в процессе работы вплоть до того что финальная цель когда вы до нее дойдете может полностью поменяться например когда я писал пьесу убийца я ее часто вспоминаю потому что но это моя любимая любимая из моих работ да и как бы и она и одна из самых успешных наверное было и и действительно я ее люблю много в нее вложил я ее задумал за год до того как она была написана то есть я уже примерно понимал какой будет история я думал что это будет сценарий я тогда посмотрела очень любил брессона я посмотрел его фильм приговоренный к смерти бежал и я думал что это будет вот такой вот очень лаконичный такой очень сухой сценарий такой поджарый очень и я думал все время думал об этой истории и вдруг в какой-то момент щелк я понял что это должна быть пьеса и что это должна быть пьеса без ремарок то есть пьеса в которой герои будут рассказывать говорить не только свои реплики но и свои мысли и щелк и у меня сразу все сложилось я начал писать я писал четыре дня причем там интересно когда я писал это было было в самом эпицентре очень большой работы сценарной и я сдал какой-то там предыдущий сценарий и у меня освободилось несколько дней я сел за 4 дня написал пьесу и я все время каждый день боялся думают я утром встаю сажусь писать пьесу вдруг сейчас меня дернут вызовут на работу но слава богу господь не дал эти четыре дня и пьеса была написана и я самого начала знал какой будет финал то есть финал должен быть если вот кто-то из вас читал убийцу да извините спойлер ну финале герой должны герой прибегает на вокзал и по моему замыслу он должен был увидеть как мимо него проезжает автобус с девушкой то есть финал должен был быть несчастливый герои должны были быть не вместе и вот я помню точно как я пишу вот этот финал тому ночь очень напряженный там герой бежит прыгает в автобус или в троллейбус там по моему едет на конечной остановке там тетка кондукторша верни контролерша появляется у него билета нет естественно он там эту тетку отталкивает выскакивает бежит к автобусу подбегает и я вижу прям я это но я видел этот вокзал вологодский где все это действие происходило я прям вижу он подбегать и вдруг я вижу что он успевает то есть вот вся логика истории подводит к тому что он должен успеть и я прям своими глазами увидел как он подбегает и стоит она в автобусе с красной сумкой и он подбегает хватает ее за эту сумку обнимает и начинает целовать и на этом история заканчивается и кто-то им говорит молодые люди вы типа не обнаглели выйдите из автобуса и они вышли из автобуса и все и дальше они вместе вот то есть вот этот хэппи-энд он появился просто в момент какого-то финального озарения у меня его не было этого хэппи-энда поэтому я считаю так что сценарист должен иметь карту но карта не равна территории да то есть он должен иметь план когда он садится писать историю но в процессе если он увидит какой-то более крутой ход и более правильный увидит что логика истории подсказывать другое развитие сюжета надо менять теперь второе что касается того как история будет снята это очень больной очень сложный вопрос как написать сцену так чтобы она была снята именно так как она написана и на этом пути очень много потерь действительно очень много потерь ну например у меня была была схема когда сцена где герой героя бросают в воду до его связывают или наручники ему надевает или связывают и бросают в озеро и мы долго думали как показать то что он вылезает из этого озера я придумал такую штуку что он его бросает в озеро и машина с людьми которые его бросили в озеро едет вокруг по вокруг озера уезжает и вот она проезжает камера делает полный круг возвращается к берегу к тому месту откуда он куда его бросили и мы видим что он вылезает из озера и вот в этом случае если бы это было снято это панорама то нам то никак не надо было бы объяснять как он вылез то есть было бы вот это непрерывность действия но режиссер не смогла снять или не захотела не знаю уж почему потому что она снимала это в другой стране у меня там не было возможности как-то влиять нас на работу но вот она сняла просто склейку то есть бросают героя в воду уезжает машина и следующий кадр он вылезает ну и это потерялось конечно это было слабше поэтому бывают такие бывают да такие штуки не всегда к сожалению не всегда мы можем мы можем это на это влиять но я считаю что сценарист это наша доблесть да то есть наша задача подносить патроны дан режиссер то есть наша задача дать режиссеру материал и дать ему возможность развить этот материал в добавить в этот материал что-то еще так похоже на теорию фракталов цветение цветной капусты имеет ту же а соцветие цветной капусты имеет ту же структуру что и весь качан капусты тоже надежда вы опять вы прям вот с языка сняли я впервые когда писал первую версию букваря сценариста в 2008 году это сформулировал то что сценарий это фрактал да в нем каждая часть раскрывается до равна всему целому соответствует всему целому соотносится со всем целым то есть сцена в сценарии строится по такому же принципу сцена акт да что и весь сценарий завязка кульминация развязка так что да вы абсолютно правы вот я впервые это там типа летом оси осенью вернее 2008 года сформулировал может ли быть так что один главный герой идет путь героя например антагонист героини я предполагаю что может это тоже анастасия вы правильные вопросы задаете я об этом тоже много думал я таких фильмов не нашел может быть просто я их не увидел не нашел я думаю что может я предполагаю что может так если короткий метр минут десять я сейчас все скажу так в пути героя обязательно должен быть учитель да но иначе кто учитель помогает герою начать путь без этого нет просто учитель это не обязательно же человек который да бородатый такой мастер который говорит джиши пишите резы до учителя может быть мальчишка с доской со скейтбордом или может быть враг с мечом то есть здесь важно то что человек который до который дает меняет картину мира что с домашкой в этот раз домашки все здесь в комментариях сюда так мне буквально подарил один ваш бывший благодарный студент несколько лет назад может ли в истории быть так сейчас сейчас может ли в истории быть не один сильный антагонист а много каждый из которых появляется в свое время на пути героя может более того ну чем короче фильм конечно там кент тем концентрирование проще работать с одним антагонистом но в целом мне я честно скажу мне не очень нравится термин антагонист мне больше нравится термин оппонент да то есть кто-то кто по ценностям с героем не совпадает и вот оппонент это более гибко да то есть антагонист это либо я выиграю либо я либо либо все либо мне мне не жить вот для него ставки антагонист этот персонаж для которого ставки в битве с героем очень высоки оппонент он может да там могут быть градации вот и я считаю что таких оппонентов таких противников у героя может быть несколько конечно они могут появляться в какой-то момент они могут его может друг придать и стать оппонентом до оппонент может в какой-то момент перейти на сторону героя и стать ему помощником дату здесь это дает нам возможности сюжетные до в большой истории дает нам интересные сюжетные возможности несколько оппонентов они могут друг с другом оппонировать да там тоже могут быть конфликты на вот и еще я заметил одну такую штуку я я увидел это в одном фильме но уверен что это еще где то есть есть такой фильм он называется по-моему вторая часть в поисках нема что-то с дори рыбка дори или как-то так вот он называется извините слишком большое большое напряжение голос не не выдерживает и вторая часть в поисках нема пиксаровский фильм он интересно очень сделан по структуре там нет антагониста то есть там есть череда персонажей которые выступают в роли оппонентов в роли противников там сначала это люди которые там мешают им выбраться из машины потом осьминог потом акула потом птица которая ведро ворует потом дети которые хватают в пруду то есть идет череда персонажей которые выполняют роль противников создавая препятствия а потом исчезают то есть у них нет у этих персонажей нет цели загнобить героя это очень интересно я впервые это увидел вот в этом фильме наверняка еще где то есть почему это сделано я не знаю может быть они решили такое а давайте попробуем вот детский фильм сделать без противника без оппонента можно ли сделать интересный фильм без злодеев но это что называется трюк выполнен профессионалами и не рекомендуется да не делайте это дома вот он очень сложно устроен по структуре там вот буквально вот шаг вправо шаг влево и и все и и вся история посыпется вот поэтому а pixar это лула там лучшие сценаристы в мире то есть таких сценаристов как pixar больше нет нигде поэтому так учитель со знаком плюс если учителем может быть брак враг с мечом то как сохраняется знак плюс он сохраняется знак плюс в том случае если враг проявляет как герой уважения мы сразу эмоционально да когда мариарти говорит что шерлок холмс величайший сыщик всех времен народов мы эмоционально сразу же сразу же в плюс антагонист может пройти путь героя я считаю что может я думаю что может какие трудности могут возникнуть при переработке своей пьесы в сценарий но смотрите начнем с того что в пьесе главный язык это диалог в фильме главный язык это картинка поэтому во всех фильмах снятых по пьеса по пьесам бесконечная болтовня бесконечная если вы найдете пьесу розово вечно живые и сравнить ее со сценарием фильма до летят журавли вы увидите насколько насколько высушен диалог то есть изначально я читал просто первый драфт этого сына это бесконечная диалоги невозможно просто читать вот и дальше все эти диалоги сокращены убраны потому что 1 есть соблазн да у меня есть текст с диалогами просто перенести на экран и все и все снять дословно нет не получается не работает вот а диалоги чаще всего хорошие в пьесе вечно живые очень хорошие диалоги но вот но они их там 80 процентов этих диалогов сокращены вот это и есть основная трудность в том что просто сесть и вычеркнуть реплики не получится надо выкинуть этот сценарий заново его написать и заново написать все реплики то есть пьесу ну вообще экранизировать я советую так выкидывать оригинал да то есть прочитывать запоминать состав событий дальше выкидывать или писать его заново создавать его заново только так это работает потому что другой принцип рассказывания истории другой язык это все равно что если вы пытаетесь нарисовать рисунок с фотографии да вы берете фотографию просто на рисунок делайте и обводите да получится у вас картина нет наверное вот здесь тоже самое так в наследниках также такие оппоненты у семейки логанов но у них там еще между собой у всех конфликты там очень хорошо сделаны линии конфликтов между персонажами ну в сериале друзья мои смотрите вообще надо понимать что в сериале тоже это работает не так как в полном метре или в коротком метре да что такое сериал сериал ближе к пьесе кстати говоря чем чем фильм поэтому кстати драматурги более успешны в сериальном ремесле чем прозаики и многие драматурги вот новой драмы течение которым я имею имел честь себя причислять в свое время многие драматурги новой драмы в итоге стали сценаристами потому что сериал на самом деле это чаще всего история про то как девять человек обычно около девяти человек основных персонажей сидят в каком-нибудь помещении и ругаются между собой вот любой сериал про это не всегда это очевидно но чаще всего именно так например когда я делал кости там интересно очень сделана структура то есть кажется что они все время ездят и что-то расследует на самом деле там 90 процентов сцен проходят в лаборатории там такая лаборатория мы ее строили студию стоит строили лабораторию эту где все это снималось и 90 процентов сцен в каждой серии у нас были только две сцены вне лаборатории это было ограничение производственное остальное время они в лаборатории там между собой ругались могут ли герои оппонент в какой-то момент поменяться местами что чтобы герой мог найти ответ на вопрос да могут вполне можете объяснить обычный мир со знаком плюс на примере матрицы дарья вы что-то вот такая как бы вижу что вы зациклились на одной какой-то этой самой теме посмотрите фильмы до разные фильмы посмотрите как там сделан обычный мир просто я не я не понимаю вашего непонимания до в матрице помните герой в обычном мире что там герой ходит вот в этот самый в какой-то у него есть какая-то работа там и так далее да то есть вот есть мир его в котором он живет ему там плохо до него проблемы с властями как ему говорит агент смит и так далее да то есть все очень просто да то есть обычный мир это мир откат от которого герой начинает отталкиваться так какие архетипы героя сейчас наиболее востребованы в русскоязычной индустрии помимо воина которую вы упоминали раньше смотрите я бы так сказал работает и востребована не то что любая любая попытка поймать тренд какой-то да на мой взгляд она не совсем правильная потому что если то что снимают сейчас вообще индустрия киношная и сериальная она всегда приходит на старую войну да то есть она все время пытается повторить что-то что было успешно ранее и когда появляется какой-то человек с новой историей он очень часто разворачивает тренд то есть вот появляется какая-то новая живая история и тренд разворачивается поэтому я считаю что надо писать истории про то что задевает лично вас например опять же извините я снова про убийцу приведу потому что но действительно он был там одна из один из самых успешных театральных проектов но когда ее читали первая читка была в театре док мои собратья драматурги встретили эту пьесу просто с яростью я помню как драматург гениальный драматург паша прыжко я его тоже очень люблю гениальный белорусский драматург и он прям ругался говорит что это такое где он видел такую деревню матом не ругаются клей не нюхают типа что это сказка какая-то вот и самое интересное что потом где-то через там пару месяцев была читка этой же пьесы в центре имени мейрхольдер вот и я сижу в зале слушаю и и слышу сзади голос какой-то знакомый поворачиваюсь и смотрю и вижу паша прыжко сидит вот зачем ему пьеса не понравилось чем сидит и и слушает вот и он пришел второй раз на читку послушал ее и после читки подошел ко мне извинился и сказал слушай я в тот раз не понял пьеса очень хорошая вот и то есть тоже я почему это все рассказываю не для того что типа там коллега меня похвалил да а то что пьеса развернула тренд то есть был один тренд драматургии и вот паша как будучи гениальным человеком он сначала это не понял а потом он чувствовал что что-то там есть что-то есть и пошел второй раз слушать эту пьесу и во второй раз он понял что да и он почувствовал что вот есть разворот этого тренда разворот этот происходит тогда когда вы пишете на ту тему которая задевает лично вас то есть вы не пытаетесь поймать что-то что будет успешно а вы делаете то что лично вас цепляет хорошо давайте я сейчас я продолжу отвечать на ваши вопросы давайте я вам дам некую выжимку и мы дальше двинемся потому что я боюсь что уже внимание рассеется рассеивается вы устаете и да я не успею сказать то что главное сейчас я вам дам упрощенную выжимку из этих структур условно говоря структуру сценария для чайников она состоит из 6 элементов и вы именно по этой структуре я буду просить вас работать над вашим коротким метром я ее описание сейчас ее пока нет в описании но я ее после урока сразу же добавлю в описании видео первое у героя вроде бы все хорошо при этом мы видим что что-то его мучает но он сам не осознает что именно то есть герой находится не на своем месте и он хочет что-то изменить своей жизни мы всегда важно друзья мои мы всегда рассказываем историю про героя которому плохо в том мире в котором он живет второе случается событие которое заставляет героя покинуть его мир например приходит гэндальф и говорит отнеси кольцо в мордор до происходит что-то вернее ник биба фродо приходит гэндальф да и говорит вперед то есть происходит что-то что выкидывает героя из его привычного мира и у героя в этот момент формируется либо проявляется его цель может быть одна цель либо две цели как мы с вами говорить дальше третий герой начинает движение к цели четвертое кто-то ему мешает сделав что-то неожиданное для героя 5 герой делает что-то неожиданное для противника и для зрителя тоже в некоторых случаях в этот момент герой понимает что на самом деле он хотел чего-то другого то есть у него происходит самооткровение и наконец шестое действия героя происход при приводят к неожиданному результату вот это и есть структура сценариев для чайников что называется до минимальная структура которые вам нужны то есть если у вас эти шесть элементов есть то все будет работать что здесь самое главное самое главное цель героя да то есть герой чего-то хочет помеха кто-то ему мешает действие которое делает герой неожиданное для противника и неожиданный результат действия героя то есть если у вас герой хочет жениться и он в итоге женится да это так не работает нужна какая-то неожиданность в этом да то есть одно какое-то событие должно быть главным и хорошо лучше всего если это главное событие это действие героя то есть этот фильм про то что герой сделал что-то не про то что с героем случилось что-то а про то что герой сделал что-то тогда в истории будет динамика в истории будет действие вся история будет работать теперь домашнее задание составьте перечень событий вот с учетом всего перечисленного составьте перечень событий вашей истории от первого события до последнего при этом это не значит что вы все события будете показывать да то есть вы какие-то события можете увести за кадр когда уже будете писать да например история начинается с того что герой переехал в маленький город но самого переезда мы не показываем да мы начинаем с того что 20 лет спустя что-то происходит да то есть сейчас ваша задача в хронологическом порядке разобраться что будет происходить ваша история какие события для удобства я советую все эти события пронумеровать то есть у вас должно получиться так что каждое следующее событие должно быть последствием предыдущего да то есть герой сделал это в результате произошло это в результате произошло это выстроить причинно-следственную связь в череде событий которые будут происходить в вашем фильме события могут происходить так как вы опишите они могут меняться местами дату сейчас нам надо выстроить фабулу да не сюжет сюжет может меняться на фабулу как все будет происходить от начала до конца что-то вы можете заходить и утаить какое-то событие пропустить ничего страшного то есть сейчас нужно события записать просто чтобы понять какие события происходят ваши истории по порядку от начала до конца вот домашнее задание если есть вопросы то готов на них отвечать сейчас посмотрю вопросы которые я не успел что делать если для поворота сюжета нужен персонаж но ты не можешь его придумать он кажется места механической вставкой плоским смотрите что такое как мы строим персонаж во первых нам надо понять а чего этот персонаж хочет то есть первый вопрос который мне за мы задаем никакой персонаж а чего хочет этот персонаж и дальше отталкиваясь от этого мы уже спрашиваем а каким должен быть персонаж если он хочет вот этого например персонаж хочет помешать героиня выйти замуж вот задача персонажа вопрос каким должен быть персонаж чтобы помешать героиня выйти замуж ну это может быть мама например это может быть подруга например да это может быть молодой человек который сам хочет героиню завоевать вот вам три персонажа на выбор уже и дальше начинаете их развивать до даете им внешность даете возраст даете им профессию какую-то да то есть начинайте наполнять персонаж но фундамент персонажа это то чего он хочет так очень нравятся криминальные комедии интересно понять есть ли какая-то структура построение шуток в таком направлении смотрите главное в комедии это не шутки главное в комедии это ситуации да то есть главное научиться создавать убедительных персонажей которые будут попадать в интересные смешные ситуации шутки это десятый вопрос и кстати говоря люди которые умеют писать шутки они далеко не всегда умеют создавать истории у меня в свое время когда я только-только начинал преподавать был был так была такая ситуация когда ко мне пришли учиться ребята из камеди клуба таир мамедов не злобин там и так далее это все были тогда совсем молодые ребята никому не известны вернее нет они уже были известны они уже в камеди выступали я просто про них не знал я телевизор не смотрел никогда как как и положено телевизионщику вот и там смешно получилось стоим момент моментом мы познакомились он приехал ко мне в офис вот и позвонил что я нахожусь внизу я спустился вниз вышел увидел какого-то парня который стоит схватил его и потащил за собой начал ему что-то объяснять вдруг он мне говорит вы кажется перепутали оказалось что это курьер какой-то вот я такой ладно выхожу значит вижу уже настоящего таира мамедова и он мне ведь слушайте это ягод даже сказать ничего не успел вы вышли схватили парней и потащили него наверх я такой подумал ну вот это наверное есть описание того чем я занимаюсь я выхожу хватаю того парня и тащу его наверх вот и у ребят ребята придумывали шутки просто потоком вот но структуру вообще нет не тянули и это было очень трудно им понять перестроиться что история это не поток шуток комедии это не поток шуток до должна быть структура должен быть герой до должен быть конфликт должен должна быть цель и так далее так далее вот мы этим занимались как мартин с игрой престолов повернул что можно убить любого и хороший способен на плохие поступки и на борт но это хорошие на плохие поступки я бы сказал что это не он первый сделал да может быть даже скорее софоку да даже не шекспир я думаю что греки уже это делали так что он такой хорошо забытое старое вытащил так о классный вопрос надежда шикарный можете дать определение того что именно является событием событие это необратимое изменение то есть это изменение после которого нельзя вернуться назад так все эти события должны быть в теле сценарии или могут быть среди исходных событий даре и опять в точку вопрос смотрите это могут быть события пропущенные да то есть вы их вы на экране не показываете но вам для понимания истории важно показать что это событие произошло да то есть история без этого не работает если вам нужно такое событие да вы его записываете но вы можете об этом событии в диалоге рассказать понимаете может быть вообще история про то что главное событие произошло до истории за кадром например я вам вчера говорил про сериал leftovers да там сериал в которую который эта история про то что два процента населения земли вдруг исчезли неизвестно куда вот да и там начинается история с того чтоб нам показывают момент исчезновения этих людей но но этот сериал работал бы точно так же если бы нам момент исчезновения не показывать то есть что мы начали бы эту историю смотреть с того момента когда эти люди уже исчезли это работало бы точно так же вот поэтому вполне может быть кино про ключевое событие до в котором произошло до или даже задолго до описанных событий например фильм хиросима любовь моя понятно какое там главное событие да но сабы от самого события в кадре нет оно было задолго до но то что происходит на экране это последствия того события которое там произошло так можно вопрос по вчерашней теме денег смотрела в записи не смогла задать в эфире сколько просить за сценарий музыкального клипа а то 13 листа почему создают у заказчиков впечатление несерьезной работы смотрите я никогда не работал над сценарием над сценариями клипов и у меня такого опыта нет но я делал интервью с режиссером клипов там такая штука дело в том что чаще всего сценарий клипа пишет тот же кто и будет его снимать то есть это оплата чаще всего происходит комплексно вот то есть человек берет допустим там три миллиона за клип и в этих трех миллионах там условно говоря сто тысяч это сценарий вот поэтому тут нет такой какой-то традиции да и как каких-то устоявшихся правил поэтому как договоритесь то есть я предполагаю что это может быть там от 100 до 300 тысяч рублей да но опять же это действительно создает у заказчика впечатление несерьезная работа и с этим ничего не сделать хотя это действительно это серьезная да это достаточно серьезная работа так можно ли разукрасить героя сверхспособностями не с самого начала чтобы он был сразу любим зрителям да естественно сверхспособность у героя появляется не сразу а через какое-то время естественно да так это структура пьесы предшествующие события не обязательно хотя может быть в гамлете да там есть какой там есть какое предшествующее событие да там убийство короля да это предшествующее событие которого в кадре нет но которая запускает историю а в королеве и там нет предшествующего события да там все происходит у нас на глаза какое там событие король отказывается от королевства делить его между дочерьми все на экране смерть андеруда в каче в карточном домике за кадром пример честно говоря я не знаю о чем вы говорите скорее всего это произошло уже где-то в каких-то поздних сезонов потому что после четвертого сезона я уже не смотрел этот сериал к сожалению очень сильно деградировал и уже к четвертому сезону там первые три сезона были отличные по-моему три были отличные боу уильям он писал гениальный сценарист потом его уволили в четвертом сезоне был очень слабый четвертый сезон и дальше собственно уже там я какую-то одну серию гляну пол серии посмотрел и понял что все жизнь жизнь это эту историю покинула так хиросима любовь моя тоже расклад нет она не раскладывается по этой структуре но это там ребят еще раз артхаусное авторское кино помните я вам говорил позавчера по моему про мини сюжет да все это мини сюжет это не классическая структура мы туда это все относим там все эти законы не работают там все это работает совершенно по-другому понимаете вообще что такое что такое искусство и кино в том числе и пьеса и и вообще все я много об этом думал я делал интервью со станиславом добышевским знаете наверно да такой биолог интересный такой бородатый дяденька вот у нас безумно безумно интервью с ним было абсолютно мыслим чуть ли не чуть ли не поубивали друг друга в прямом эфире очень веселое интервью если интересно найдите она есть на ютубе у меня и на дзене везде есть вот я у него спросил с точки зрения биологии что такое искусство и он сказал интереснейшую вещь да он сказал что это некое произведение да то есть некая подделка в которую вкачано очень много энергии то есть искусство становится искусством тогда когда в него скачано много энергии и вот эта энергия высвобождается в тот момент когда кто-то это этот предмет искусства воспринимает вот наша с вами задача когда мы пишем сценарий когда мы пишем пьесу до вложить нашу энергию в этот сценарий и все эти структуры которые я вам даю это всего лишь инструменты помогающие эту энергию принять да то есть это механика помогающая принять вот эту энергию если в произведении есть энергия тогда она работает то есть главное все таки в произведении не структура а энергия которую вы вкладываете вот и когда у вас прям вот прет вам структуры не нужны вы будете писать и так вас и так будет переть структура нужно тогда когда вы не знаете что писать но парадоксальным образом когда у вас энергия прет у вас история сама раскладывается по структуре а когда энергия нет вам нужно вспомнить эту структуру и сказать себе о вот здесь нужен такой поворот а когда есть энергия он у вас сам придет именно такой какой надо вот поэтому бывает так что реальную историю по этим шагам писать делать начинает и она рассыпается становится совсем другой чаще всего бывает другое чаще всего бывает когда люди пытаются реальную историю рассказать так как она есть и получается фигня поэтому я не люблю и не рекомендую работать именно с реальными историями да почему именно потому что человек начал вот напишет что-то до такой не работающие и потом говорит но это же было именно так я не могу здесь ничего менять вот так же было в реальности да и когда это было это так всех потрясло ребят жизнь и искусство работает воздействует по-разному то есть когда вы в жизни переживаете какое-то событие вы испытываете одни эмоции когда вы это же событие наблюдаете на экране вы испытываете совершенно другие эмоции поэтому я вообще настоятельно рекомендую если вы используете какое-нибудь реальное событие в своих историях обязательно что-то в нем менять только тогда у вас появляется появляется до способность управлять этим материалом поэтому анастасия ответ на ваш вопрос историю реальную историю надо всегда меня даже если она укладывается в эту структуру все равно в ней что-то да надо поменять мальчика на девочку море на горы до для того чтобы она начала до ваша энергия творческая начала свободно циркулировать и вы начали чувствовать что вы автор управляете историей они история управляет вами до антрополог конечно до дырбышевский антрополог автор очень хорошей книги достающие звено так сто тысяч я недавно ребят еще раз смотрите все что касается денег понимаете это все как договоритесь всегда как договоритесь все зависит от того нет никакого такого вот я вам назову какую-то сумму да вы придете и скажете а молчанов сказал вот столько это стоит да я знаю сколько это стоит на рынке да и человек вам сказать а кто такой молчанов ну я не знаю никакого молчанов мало ли что он тебе сказал ерунду какую-то ну вот поэтому так вы бы хотели написать хороший вопрос хотели бы вы написать авторское кино я всю жизнь писал авторское кино я ни разу не писал ни один ни одна ни один моих сына из моих сценариев не написан хотя там все они написаны по заказу да но ни один из моих сценариев не написан поперек поперек того что мне мне хотелось писать поэтому я и писал авторское кино у меня был интересный разговор все время с одним режиссером с интересным достаточно парнем он снимал такие жанровые фильмы хорроры сейчас сейчас уже мало кто его помнит но там одно время прям большой шум был вокруг него не буду говорить кто и там мой ученик один писал для него сценарии но он не очень был успешен там фильмы все провалились но тем не менее вот как-то он мне сказал слушай ведь а тебе вообще нормально что ты пишешь там сидишь какие-то ментовские сериалы а вот и я говорю слушай но вот ты написал снял кино да во первых ну ты тоже работаешь в чистом жанре да и я работаю в чистом жанре но твое кино в москве шло тремя экраны да то есть его посмотрели ну хорошо там его посмотрели там 300 человек например мой фильм шел во первых я имел полную творческую свободу когда я его писал до в рамках жанра во вторых его посмотрели 26 миллионов человек вся страна то есть вся основная как бы аудитория до людей которые смотрели кино его посмотрели вот поэтому вот так плюс опять же да у меня все время я все время экспериментирую и всегда экспериментировал да то есть например мне одно время я прям очень увлекся таким прям вот лютейшим арт-хаусом то есть я прям погружался в это все очень 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 сильно прямо очень сильно меня интересовало и в это время я занимался анимацией и мы с аней шипиловой писали делали золотые яйца и затмение тоже если интересно найдите посмотрите вот это авторское кино в самом своем предельном воплощении и плюс 3 3 вариант тоже надо понимать что на телевидении в кино в анимации у тебя все время есть какие-то ограничения вот и поэтому я всегда сценаристом советую иметь второй фронт что это такое иметь какую-то творческую деятельность в которой вы контролируете весь процесс от начала до конца да и кстати говоря как вот опять же там вы про авторское кино сказали например москва центральный округ я снимал с тремя самыми артхаус ными режиссерами на то время то есть у нас три режиссера были один владимир код один эдуард пари и третий бакур бакурация вот я москва центральный округ да мы делали три самых артхаус ных режиссера в нашей кинематографии самых авторских поэтому я считаю что авторское кино да это такое лукавое очень определение да то есть всем кажется что авторское кино это вот кино к про какую-нибудь там страшную жизнь бомжей ну мне про страшную жизнь бомжей не интересно вот для меня авторское кино это немножко другое вот так вот что касается второго фронта хороший вариант второго фронта это театр то есть я считаю что для сценариста хорошая тема совмещать работу в сценарном мастерстве с театром почему потому что в театре автор это вершина то есть автор это бог вы автор если вы написали пьесу и и начинают ставить да вы можете любую постановку снять если вам что-то не понравится то есть вы король вот и там свобода полная опять же в пределах ограничений которые дает театр это да вы имеете полную свободу так а как же фильм основан на реальных событиях друзья ну давайте мы же понимаем да что любовь любой фильм основанный на реальном событии да не имеет к этим реальным событиям никакого отношения ни один на на курсе написания сериала можно сразу а то я базовыми уже переполнился хорошо я вам поверю что вы ими переполнились приходите на сериальный но мой опыт показывает что все люди которые вот так говорят как вы говорите да с ними еще приходится очень долго мучиться да то есть вас уже чему-то научили да то есть мне с человеком с нуля мне работать проще да я сразу сразу веду человека да и сразу учу да а если вы уже где-то учились да это значит что мне еще вас переучивать придется до тому что ну в том что вас учили не тому я не сомневаюсь ни на секунду опять же просто поверьте то есть если у вас уже вам уже заложили какую-то базу это значит что вам вам эту базу еще надо перри перри закладывать поэтому а в кино последний бог это режиссер монтажа ну очень очень по-разному очень по-разному есть режиссеры которые сами сидят на монтаже так хочу первый курс рассрочку нет ребят никаких рассрочек никаких кредитов никаких долгов никаких скидок ничего у нас нет потому что смотрите сценарная индустрия да это индустрия упорных и целеустремленных людей вы должны будете в если вам кажется что сценарий пишут какие-то цветочки такие да которые сидят и все вокруг них ходят и хвалят да это самая токсичная индустрия в мире это самая жестокая индустрия в мире самая высоко конкурентная индустрия в мире это самая страшная индустрия в мире в которой вы рождаете своих детей и отправляете их сразу на каторгу да это мега сложная индустрия и если вы не в состоянии найти 70 тысяч рублей не хрен вам делать в этой индустрии то есть если препятствие в 70 тысяч рублей для вас препятствие вы не выживете там нечего просто даже и не думайте нечего вам там делать все очень просто так совмещать сценарное мастерство с режиссурой это преимущество или препятствие я считаю что ну я всю жизнь сопротивлялся этому меня все время затаскивали все время предлагали а давай ты снимешь серию в нашем вот в нашем проекте да как режиссер я этому сопротивлялся и продолжаю сопротивляться и снова и снова меня туда затаскиваю да давай ты поставишь там пьесу свою поставишь у нас в театре я считаю что это разные профессии да и там разные люди по-разному это все считает да торковский например считал что гораздо лучше если режиссер сам пишет свои сценарии да потому что он знает что там писать но сам он при этом ни одного сценария не написал да для себя он все время работал с авторами и короче понимаете кино это искусство синергии то есть это кино в котором 1 плюс 1 это 11 вот и хороший грамотный понимающий режиссер никогда не будет лезть в работу сценариста он всегда будет доверять сценаристу потому что он знает что сценарист смотрит на одно видит одной делает одно а он своим режиссерским взглядом делает что-то другое и сценарий в процессе съемки умирает и задача сделать так чтобы сценарий не хотелось перечитывать посмотрев фильм потому что фильм намного больше круче и интереснее чем сценарий да то есть сценарий фильм должен быть следующим следующим этапом да то есть он должен быть намного выше чем сценарий вот и этот как раз то что дает режиссер вот и кстати говоря здесь еще один нюанс например была история рогожкин написал сценарий не буду говорить что за сценарий зря вообще фамилию сказал давайте так режиссер м написал сценарий и этот сценарий был опубликован в журнале искусство кино и это действительно очень хороший сценарий прям очень классный но продюсер который должен был снимать этот сценарий он прочитал и сказал ну это сценарий написанный режиссером когда ты читаешь этот сценарий ты видишь кино и я не вижу и не понимаю зачем теперь это кино снимать можно просто взять и прочитать сценарий да то есть он настолько законченный что он закрыт сценарий должен быть таким чтобы режиссеру хотелось что-то добавить ваш сценарий и были случаи когда сценарий скажем так так долго ходил по рынку например есть гениальный сценарий луцико и саморядово дикое поле он небольшой там страниц 30 вот и этот сценарий все 90-е годы все читали вся я видел отголоски влияния этого сценария ну например в некоторых сценариях а дальше агишева учителя луцико и саморядово да то есть тут уже начало ученики влияли на на своего учителя а потом был снят фильм по этому сценарию хороший фильм михаил калатазишвили снял но этот фильм ничего не добавил к сценарию и он прошел в общем более или менее незамеченным хотя сценарий выдающийся поэтому фильм режиссер должен не просто снять сценарий так как он написан а добавить что-то дать развить историю так вы прям как гурджиев он тоже рассрочку не брал георгий иванович я отношусь большим уважением прочитал все его книги и он если бы мы с ним познакомились мы бы с ним разругались пух и прав он сложный персонаж многие его вещи я не понимаю может быть в силу своей ограниченности какой-то да со многими его вещами я не согласен с тем что он говорил но что меня потрясает что меня поражает что он ухитрился предвидеть и предсказать очень многие вещи которые я постепенно сейчас для себя открываю например мы используем эннеограмму как инструмент при работе над системой персонажей в сериале и это первым в сценарии первым начал делать я много лет назад но эннеограмма это инструмент разработанный гурджиевым то есть он первый он для другого использовал этот инструмент но вот тем не менее оказалось что этот инструмент очень хорошо подходит для разработок системы персонажей дальше три мозга история про три мозга которая сейчас просто там ну все про и говорят рептильный мозг мозг млекопитающего лимбическая система и неокортекс да и говорят об этом ссылаясь на я не помню как зовут исследователь на м как-то фамилия до 70 70-х годов в америке но на самом деле об этом впервые говорил гурджиев еще в двадцатые годы за полвека до этого американца вот поэтому и меня поражает то что куда я не прихожу в какой бы аспект там психологии я везде вижу лысину георгия иваныча вот это меня совершенно поражает поэтому он для меня конечно является очень влиятельным и очень уважаемым персонажем вот а что касается его рассрочек он забивал на на все на самом деле он говорил что он там платит было брал сколько тысячу что ли рублей говорит а типа полтора человека будут платить остальные бесплатно придут в этом смысле я все-таки я все-таки немножечко пожестче ну места пока есть поэтому не проблема да вот юрий арбатов вы видимо имеете ввиду юрия арабова тоже говорил что слишком хороший сценарий мешает режиссеру и актерам это так и это на самом деле это звучит как бы глупо да типа хорошему танцору яйца мешают до плохому танцору вернее яйца мешает на самом деле нет это действительно если сценарий слишком как бы он должен задавать структуру но он должен сценарий должен давать возможность режиссеру воздуха для режиссера поэтому тут непросто да набор на базовый уже открыт места уже заявки уже летят оплаты уже летят поэтому включайтесь до успенский есть есть книга успенского она неплохая но на мой взгляд все-таки читать надо первоисточники гурджиева гурджиев сам все очень хорошо расписал все что все что сделал до спиральную динамику мы тоже используем при работе над целями перед персонажей поэтому хорошо плотненько мы с вами сегодня поработали тема тоже достаточно сложная завтра я постараюсь уложиться быстро завтра встречаемся в 12 домашнее задание я думаю всем понятно сейчас я его добавлю в описании урока и завтра я прям буду очень стараться уложиться мне надо уложиться в час 15 потому что я к двум уезжаю кататься с ребенком кататься на на коньках поэтому на роликах так что завтра обещаю обещаю что уложить в час в час 15 спасибо и увидимся завтра пока пока